Август Само собой все в курсе, что Evolve после перехода на условно-бесплатную модель распространения воспряло духом и вновь оказалось в поле зрения игроков. Но разработчикам пока еще рано праздновать триумф. Им бы сделать так, чтобы те два, которые были в мире, были в мире, были в мире, были в мире. Два миллиона человек, что соблазнились Stage 2, не ушли из игры в той же степени дружно и быстро, как прибыли в нее. И у сотрудников Turtle Rock Studios нашлось чем козырнуть. В Evolve месяц больших обновлений. Событие называется Shea Madness, а первый его этап из пяти, The Quantum Surge, уже случился и принес в игру охотника-медика по имени Кайра и ряд приятных новшеств. Это, к примеру, дополнительная серия для продвинутого обучения и возможность пощупать что угодно, охотников, чудовищ, скины и перки, в режиме тренировки перед непосредственно покупкой. Все это, судя по всему, цветочки. В скором времени игроков настигнут не только свежие персонажи, карты и функции, но и совершенно новый кооперативный режим. И пока одни стараются вернуть доверие потерянного когда-то игрока, другие работают над своим удачным стартом, чтобы этого самого игрока вообще ни в коем случае не отпустить. Команда No Man's Sky доложила, что закончила работу над патчем первого дня. Он добавит в игру много новых функций, контента, а также поправит баланс. Подразумевается, что украденная ранее версия ни в коем случае не показывает реальное качество честно приобретенного продукта, способного моментально припаять к себе заплатку. Создатели видеоигр, они ж простые смертные, которым не чужда земная ирония. Например, по поводу тяги Шона Бина, а точнее его персонажей, умирать. Поэтому в случае участия именитого актера в каком-либо игровом проекте, его разработчики не упускают возможность порадовать общественность соответствующим пресс-релизом. И пусть в нем нет прямолинейных шуток, но все все прекрасно понимают и комментируют. А чем менее роль тривиальна, тем лучше. И тут сотрудники Firaxis Games проявили себя замечательно, пригласив Шона Бина озвучивать «Древо исследований». Точнее исторические цитаты, которые сопровождают какие-либо открытия. Не буду тревожить такую плодородную почву мотыгой своего чувства юмора, так что перейду к следующей новости. Которая усладит слух ностальгирующих игроков не хуже бархатного баритона Бина. Torment Tides of Numinera выйдет не только на компьютерах, но и на приставках текущего поколения. Слухи об этом давно прохаживались по сети, и вот мы дождались официального подтверждения. Приятно, что консольный релиз случится в один день с компьютерным. Какой конкретно, пока неизвестно. Авторы в этом отношении по-прежнему оперируют словосочетанием «Весна 2017 года». Для многих Battlefield 1 станет самой настоящей энциклопедией Первой мировой войны. Грустно это или радостно – тема глубокая, но в любом случае освежить свои знания касательно оружия тех давних времен может любой желающий прямо сейчас. С помощью нового ролика от DICE. Вы знаете, где его искать в полноценном виде. Ну и давайте уже к нашим пятничным ништякам. Нет, пока еще не пиво. Сегодня, к слову, призовой фонд не ограничивается традиционными косарями. Есть и кое-что повесомее. Аж на 4 килограмма и 300 грамм весомее. Ведь именно такова примерная масса коробочки с новенькой приставкой PlayStation 4, которую мы вместе с Рокетбанком и с удовольствием вручим победителю конкурса, в рамках которого всего-то и нужно было, что карточку банковскую завести и на ней включить игровой режим. Как видите, решение мы доверили самому беспристрастному судье. Бесплатному и бездушному, кстати, крутил Костя, рандомайзеру из Windows Store. Ох, надеюсь, победитель запустил инфакт этим утром. А если нет, Юлия Анатольевна Крылова, то вы лишились знатной порции пробуждающего счастья. Так или иначе, поздравляем Юлию Анатольевну. На ее месте мог оказаться каждый. Если вы проморгали такой шанс, то хотя бы не проходите мимо регулярного розыгрыша всегда нужных денег. Вот сейчас вдохновитесь победителями и бегите строчить. Ну или монтировать. На этой неделе это более актуальное слово. Ведь и обзор, и блог у нас сегодня выполнены в видеоформате. За первый ответственен Goten XX, выделяющийся следующими способностями. Во-первых, у него хорошо поставлен слог. Во-вторых, его суждения вызывают весьма заметный отклик у зрителей. А в-третьих, в ролике, посвященном игре Remember Me, он применил гениальный ход, позволяющий все почти 18 минут любоваться попой Нилин. Пожалуй, лучшей видеоигровой попой 2013 года. Это мое субъективное мнение. Ну и рад поздравить с косарем старину Корвуса, который публиковался на наших блогах с незапамятных времен. Его ностальгический юмористический визит в Вайс-Сити позабавит, думаю, многих. Но, чувак, пора уже что-то делать с твоими зашкалами. Во времена Джонни они прокатывали как фича, но сейчас же этот, как его, 2K 16-й. Все, обязательная и произвольная программы выполнены. Удачных вам выходных и приятных приобретений. Не забывайте, что сегодня история серии. Будем вспоминать классную Dreamfall.